Продолжение следует... Да. Продолжение следует... Это очень хороший вопрос. И в одной знаменитой книге о Кришне, которая называется «Шримад Бхагаватам», можно сказать, подобная ситуация и произошла. А царь Древней Индии был проклят, что ему осталось жить семь дней. И он отправился на берег Ямуны, чтобы там поститься до самой смерти. Так что, новость распространилась, и это было раньше интернета, но у них был лучше систем, который называется «Ментальная телепатия». И это распространяло в целом. Так что мы говорили, что все большие саги и религиозные экспоненты, все разные системы, были объявлены там, чтобы смотреть к Кришне давать мир. Новость об этом быстро разлетелась повсюду, хотя в те времена не было интернета, но тогда были более хорошие системы, нечто вроде телепатии, связи на уровне ума. И тогда все ведущие представители, всех ведущих теистических, философских, религиозных идей пришли туда, чтобы дать свои наставления царю. И царь задал вопрос всем собравшимся, скажите, выскажите ваше единое мнение, что мне следует делать. И как вы говорили, каждый из них стал рекомендовать свой путь, свой подход. Вполне искренне, опираясь на свой индивидуальный опыт, зная, что этот подход помог мне. Они рекомендовали свои подходы, будучи совершенно искренне, желая блага. Они говорили, я страдал от таких-то условий, но я попробовал такую-то практику, она помогла мне, и я рекомендую ее вам. И как вы верно подразумеваете в своем вопросе, каждый давал свой способ, каждый совершенно искренне рекомендовал свой путь, но не было единого консенсуса. Но царь сказал, я хочу, чтобы вы все собрались и дали единогласный вердикт. И примерно в то же время на сцене появился знаменитый мудрец, мальчик-юноша, которому тогда было 16 лет, но уже знаменитый мудрец, его звали Шука, Шукадев. Обычным людям он казался сумасшедшим, он ходил совершенно обнаженным, у него были очень длинные волосы, и он не обращал внимания на обычных людей, поэтому люди считали, что он сошел с ума. Но собравшиеся в том месте мудрецы были экспертами в физиогномике, и поэтому, видя черты лица этого юноша, видя черты его тела, они поняли, что он на самом деле освобожденная душа. И тогда все эти мудрецы, собравшиеся со всей вселенной, эти мудрецы старые, многие из них носили длинную седую бороду, очень древние и мудрые, все они отдали главное место, место председателя этому юноше, 16-летнему юноше, чтобы он провозгласил единогласный вердикт, высшее заключение. Ведь есть очень много систем, и можно постратить всю свою жизнь на следование каждой из них. Но, я еще раз повторюсь, все эти мудрецы давали свои рекомендации, все еще находясь под влиянием иллюзии, или так, они находились под влиянием иллюзии, что-то им помогло частично от этого избавиться, и поэтому они советовали. Но репутация этого мальчика была такова, что он никогда не был во власти иллюзии. Уже в утробе своей матери он был совершенно освобожденной душой. О нем ходили легенды. Поэтому, когда он явился в том собрании, мудрецы заключили, да, он явит высшую истину, мы все готовы выслушать его заключение. Его отцом был сам Ведов Яс, составитель всех вед. А этот юноша, Шукадеев, нам говорят, что, будучи юношей, мальчиком, он покинул свой дом и убежал. Его отец пытался его остановить. И когда юноша убегал, а отец гнался за ним, они оба прошли мимо одного пруда, где в это время принимали омовение небесной богини. Они купались обнаженными. Когда мальчик проходил мимо них, они не стали утруждать себя тем, чтобы скрыть свою наготу. Но когда подошел отец, Ведов Яс, эти девушки скрыли свою наготу. И он заметил это и сказал, почему, когда тот мальчик проходил мимо, вы не стали скрываться, но сейчас, когда здесь я, старик, вы скрыли свою наготу. Они сказали, мы увидели в его взгляде, что он не проводит для себя различий между мужским и женским. В его взгляде, в его глазах нет скверны. Итак, когда тот мальчик начал говорить на том собрании мудрецов, он сказал, вы все знаете, что с самого начала я был освобожденной душой. Я всегда был вне того, что может привлечь в этом мире. Никогда и ничто в этом мире не могло меня привлечь. Но когда я услышал о божественных играх Радхи и Кришны, слушание об этом словно перенесло меня в иной мир. Мир полный такой сладости, о существовании которой ранее я даже не подозревал. Однако, говоря обо всем этом, мы вовсе не предлагаем отказаться от плюрализма. Так же, как в школе есть первый класс, второй класс, третий класс. Начальное образование, среднее образование, высшее образование. Итак, у всего есть свое место, поскольку необходимо вместить разные потребности, найти место для разных потребностей. Поэтому наш Гуру Махарадж сказал так, В соответствии со своей искренней внутренней потребностью, жаждой истины, вы соприкоснетесь с тем или иным уровнем теистической концепции и придете в соответствующее общество. Поэтому, плюрализм обязательно должен быть, чтобы было место каждому. Так же, как с разными валютами. Мы не говорим, что одна валюта плоха, а другая хороша, но мы говорим лишь о том, что каждая из них обладает своей относительной денежной ценностью. Поэтому мы не пытаемся уничтожить многообразие.